Добрый день, Вадим. Что случилось? Зашел на базар купить маме сыроводку. Мама сломала руку. Подошли в маску, я говорю, что... Где, подожди, куда подошли? На улице? На вкрытом, на Барабашово. Да, подожди, одень маску. Я говорю, у меня аллергия, не ношу маски. Он говорит, давай документы. Я говорю, вот в паспортный режим, что давать документы? Он говорит, нет, давай документы, сейчас мы тебя пробьем по газе, если ты не привлекался, значит все нормально, отпустим. Если привлекался, я в райотдел, сейчас это... Да ты что, в райотдел, а кто из полицейских? Вот этот? Ну, Актиона, Виталий. Можно вашу службу посвичить? А вы не знаете, это мое службу? Нет, я в маске не могу неизвестировать человека. Да, пожалуйста, дайте. А я же вам показываю никак. Дайте, я не запоминаю. Так, а что не запоминаю? Дайте, я на карту. Лактьонов, Виталий, Евгенович. Ну, не надо вот так вот просто. Ну, так что вам даю. Три нуля, три нуля, тридцать четыре, двадцать шесть. Тоже самое, смотрите, он тоже самое. Ваша служба посвящена. Вадик. Как вас получится? Да я не, мне не надо, я у меня не висоль велика. Можно просто Вадик, да? У меня не столь велика, корон. Можно службу посвященную? Да покажи ему посвященную, что ты счастлива. Кабинет Министров. Нет, обязательно. Короче, ситуация такая. Подождите, инспектор. Выполните... Стойте, подождите. Рассказал историю и... Можно я вот задам вопрос? Выполните закон о полиции, восемнадцать статью, пункт третий. Влад, Влад, не нагнетайся. Погоди. Чем запрещено... Сейчас, я закончу. Чем запрещено снимать... А сами вы закончите? Ну, что вы как всегда, а потом еще видео удалим. Как всегда. Локтионов. Локтионов. Никто видео удалять не будет. Все, пожалуйста, они удалят. Что вы хотите показать? Это мой личный персональный. Да, я вам... Я попросил показать служебное удостоверение. Так. Мне отказались. Сказали, я покажу только тогда, когда вы уберете камеру в сторону. Я культурно, без криков, без мала. Говорю, назовите норму, пожалуйста, закона, которая запрещает зафиксировать служебное удостоверение, я ее исполню и уберу камеру в сторону. Человек отказался мне показывать удостоверение свое, когда я веду видеофиксацию. У меня висит журналистское удостоверение. Это нарушение с его стороны. Я написал следующее заявление, оно зарегистрировано в приемном. Оно не тянет на уголовное преступление, но на справедение разъяснительной работы с ним. Нет, 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 нет. Сам момент того, что вот спокойный разговор, я прошу предоставить, сотрудники полиции отказываются. Моменты очень много есть юридических, когда 251-е доказы. Мы же договорились, что у нас не идеальная полиция. А вы можете сказать, что снимать можно это удостоверение? Вот вы скажите. Безусловно, можно. Безусловно. Это требование закона полиции, что если полицейский, вы спрашиваете кто, он обязан вам представиться. Но мы на камеру показать. Можно зафиксировать на камеру удостоверение? Чего? Ты что, не у меняем или что? Я вам уже показывал. Смотрите еще раз. Мне достаточно. Да? Ну так а что вы тогда нагнетаете? Давайте по ситуации. Аккуратно, у меня очень дорогой телефон. Дайте, дайте я к полицейскому подэтюре, если это не полицейский. Ну что вы начинаете? Локтеону. Я еще раз говорю. Вы меня оскорбляете, Вадим. Ну я к вам уважительно отношусь на вы. А вы говорите, а ты не полицейский. Ну нормально вообще. И он по свечению показал. В чем сложно что ли? Я его не увидел по свечению. Как не увидели? Давно вам показывал, тут уж при мне. Ты уверен? Ну конечно, достал, говорит, мы не успели прочитать. Покажи, дай человека ознакомиться. Прочитаю. Правильно я понял? Вы прочитаете? Кто командир роты? Вадим. Кто командир? Нет, я не прочитал. Ты слышишь меня или нет? А, ну так кто командир роты? А что у нас с обувью? Кто выдал эту обувь? Кто выдал эту обувь? Обращайтесь в центр управления. А где там? Я задал вопрос. Кто выдал обувь? Я задал вопрос. Кто выдал обувь? Я обязательно отвечать. Подавай. Ты сомневаешься? Нет. Подошел. Жетон, да, я сфотографирую. Потребую у него службовое посвящение. Можно служебное удостоверение 18.3? Ну, вы будете со мной видео снимать? Ну, Вадим, ну это не серьезно. Ну, вы брогер или нет? Ну, вы сейчас будете обижаться, что я вас не называю блогером. Вадим. Ты отказываешься? Ну, личные данные. Две жалобы залетит. Один от меня. Ну, хотите, пишите жалобы. Все. Ну, вы ехали ко мне и к Владимиру, правильно? Кто командир роты? Ну, вы не знаете, кто у меня командир роты? Нет, я не знаю. Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич. Будет ему звонок совершен. Пожалуйста. К данному человеку есть претензии? Конечно. Все, переносим рот за справы. Так, я не пойму, от него я не слышал. Вы на каком основании сейчас что-то заявляете? Можете пояснить? Смотрите, есть ситуация. Вам он как бы пояснил ее частично. Если, чтобы я понимал ваш статус, Владим, я как бы знаю вас, вы меня знаете. Я знаю, что вы юрист Лахтеона. Я знаю, что вы юрист. Я знаю. Вы можете объяснить у вас сейчас статус в данной ситуации? Мой статус? Вы как блогер, друг, кум, сват, брат. Блогера статуса нет в этом деле. Вы просто гражданин? Или как? Или может другой какой-то? Я товарищ его. Товарищ, да. Да. Ну, согласно Купапа, какое вы сейчас имеете к нему отношение? Солас? Да. По кровей залозе права вам подойдет? Залозе права. Диплома нет. Диплом дома. Сразу оговорю. Да. Ну, вот видите. Не, ну. А чем предусмотрен, что я должен? Можно на расстоянии ехать? Да не, полтора метра мы с вами держим выше. Расстояние, чтобы было. Полтора метра, Вадим. Расстояние. Помните? Да, да, я же держу. Смотрите. Понятно. Ну, вы же ему можете советовать, но сейчас от его лица вы не можете ничего говорить. Высовасы там? Чего? Он вкусный договор. Он будет молчать, а я буду гореть. Он не знает, как это говорить. Не, неправильно вы говорите. Неправильно. Вот, я не знаю, позвоните своему товарищу, адвокату. Вы знаете, он подскажет, как правильно. Ну, адвокат, если нужно, он сейчас приедет. Ну, хотите, пригласите. Если вы, как бы, не уверены, что он... Ну, если нужно, адвокат сейчас приедет. Ну, по факту. Ну, правильно я говорю или нет? Или, может быть, я не прав? Ну, как есть. Еще раз. Еще раз. Задавай вопрос. Хорошо, ладно. Сыграем вашу игру. То есть, вы поняли, о чем я говорю? Я сыграю вашу игру. Так, нет, вы сыграете согласно закона. Вы можете, как товарищ, ему говорить, что угодно. Да, да, да. Мы с ним нормально общались. Я ему говорю. Ну, представься, если ты, как бы, раньше не совершал первый раз, ну, вопросов мне. Давай, мы проверим, посмотрим. То бишь, ты решаешь его судьбу. В смысле? Ну, ты, ты решаешь его судьбу. Нет, я рассматриваю правонарушения. Ты решаешь его судьбу. Ты слышишь меня? О чем, о чем вы предогрешили? Это, данная... Но ты ему говоришь, я посмотрю твои документы. Если у тебя все в порядке, я тебя, может, отпущу. Смотрите, неправильно вы говорите. Не может, так же было, Виталий. Вот. Так же ты хочешь сказать, что если я сейчас без маски буду ходить по рынку крытому, ты меня сможешь чпокнуть? В каком смысле? Что значит чпокнуть? Ну, привлечь к ответственности. Ну, привлечь к ответственности? Ну, а что? Получится? Ну, возможно, не знаю. Ну, три месяца есть, как бы, а там... Ох, хоть додумался сказать, что есть три месяца. Короче, человеку нужен адвокат. Мы сейчас адвоката дождемся. Я сейчас адвокату позвоню. Так, а вы что, как пакивать с галузи права? Не, 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 я просто хочу адвоката сюда. Алло, Алексей Михайлович! А подъедете на конный рынок. А, ажидаю. Вы что, адвокат побывали? Ну, мы с вами встречались. Я ссуды вообще не хочу. Сейчас адвокат подтянется, и будем это. Ты в райотделы его забираешь? Вы считаете, есть... Не, ну, если документы сейчас есть, то зачем райотделить? Нету у него документов. Вот. Нету у него документов. Сколько времени прошло? Это уже прошло больше трех часов. Нет, больше трех часов не прошло. Расстройство прошло. Где-то около часа. Ну, просто если сейчас еще сколько будет ждать адвокат, мы же как бы позвонили, мы с вами общались, и поэтому, как бы, ну, я чисто по-человечески. Я понимаю, что я его, если не в райотделе, то в течение часа должен отпустить. Я это понимаю. И мы уже будем заниматься другим, там устанавливать деньги. Слышь, возьми, сфоткай его, слышишь? Сфоткай его лицо. Отправляю стоп-активист. Там сидят эти менеджеры, понял, по пробиванию людей. И тебе сейчас да... Да, вот это мрази. Господин фаховец в галузе права, вы знаете, что вы на данный час надаете пораду, которая незаконная, которая порушивает закон... Как? А как полицейского установить данное? Что человек туда кидает полицейского? Ты же там есть. О чем вы говорите? Ты в стоп-активисте не присутствуешь? Что это такое? Про что вы говорите? Чат. Який? Стоп-активист. Стоп-активист. У меня много чатов. Тебя там нет? Тебя там нет? Ну, за что вы имеете ввиду? Я ж не в курсе. Стоп-активист. Ты там есть? Ты мне скажи, да или нет. Все, я отстану от тебя. Я во многом есть. Ты мне только что сказал за какие-то персональные данные, за которые может понести уголовную ответственность. Все правильно. Так я теперь же же хочу утащить. Ты есть стоп-активисты или нет? Это организация или что? Это чат-телеграм. Как телеграм? Не знаю. Не могу сказать. Надо смотреть. Так я тебе вот скажу, что ты людей хочешь привлечь к ответственности по закону, но на самом-то деле ты занимаешься херней, дружочек-пирожочек. Почему? Обоснуть. А я тебя обосновываю. Я ж не зря за стоп-активист заговорил. Давайте. Ну что там мне? Обиженные чмыри, которые стройка собрала. Конкретно, кто вы? Ты в эту тройку входишь. Ага. То есть вы сейчас меня оскорбляете? Я прощу. Правильно? Расценивай как хочешь. Расценивай как хочешь. Расценивай как хочешь. Объясняю почему. Я так сказал. Как вы себя тогда назовете? Мне просто интересно. Я? Да. А давай у людей спросим. Сколько уважений будет ко мне и сколько к тебе? Вот я на камеру сейчас заговорю. Друзья, сделайте пожалуйста в комментариях такую голосовалочку. К Локтионову сколько будет лайкосиков. Его будете уважать как полицейского. Ну по дизайнкам я вас побежу. Спорим. Красава. Хоть признал. Хоть признал. Хоть признал. Понимаешь? Давай еще раз. Я не говорил поспорить. Виталик помнишь что-то мы на Кольце общались? Я тебе сказал. Ты много текста говоришь. Давай по сути. Давай по сути. По сути. Как бы. Вы пояснили что у вас по ситуации. Вот ваш фахивец с галузи права. Вы просили чтобы мы подождали. Ну дальнейшая сейчас ситуация. Дальнейшая ситуация. Дальнейшая ты говори. Ты спрашивай. Ты задержан? Спрашивай у него. Я задерживаю. Ну мы сейчас в зале рассмотрим правонарушения. Вопрос задавай. Настаивай. Я задержан? Я задержан. Вот тогда еще на Крыльце. Я задал вопрос. Я вас приглашал. Я вас приглашал в райотдел. Он отказался. Потому что без основания. Ну почему? А что вы? Почему без основания? Потому что это носит рекомендательный характер. Что именно? Постановление кабинета министра. Да. 12.36. Да. За нее нет ответственности. Потому что это рекомендательный характер. Где вы это прочитали? Можете? Я вам сейчас открою. Открою. Ладно. На какой ты закон ссылаешься? Я на постановление кабинета министра. Что такое постановление кабинета министра? Сейчас открою. Покажу. Там почитать. Попроса вниз. Читаю. Читаю. Попроса внизу. Алло. Привет. Сейчас. Короче спрашиваю долго-долго будем это сиси мять. Спрашиваю. Ты задержан? Виталий, ответь мне. Я задержан? Я задержан. Я задержан. Я задержан. А что уже розят справы? Розят справы уже начали? Я не говорил, что привезут этот мир. Начинается он когда будет установлен особо. Вы что не в курсе Вадим? То бишь ты 3 часа сиси помял. Мы общались с человеком. Короче погнали. Что вы уходите да? Ты его задерживать будешь? Иди. Я загоню сейчас. Я людей не бью. Что вы представили. Иди я догоню. Все. Человек убегает. Догоняй. Все. Вам дать почитать нет? Все. Отвали. В общем друзья. Как то так. Локпионов. Это. Просто. Блять. Мега мега полицейский. Который. Живет в образе юриста. Ладно. Как то так. В общем человека мы отбили. В общем. Вам. Всем. Хорошего настроения. И обязательно подписывайтесь. В чат. Телеграм. Надзор Харьков. Вот сюда. Ну. А мы погнали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok